Всех благ и пусть будет мир. Спасибо, что приняли мое приглашение. В коридоре азербайджанцев не будет. Итак, что за мини-таможня, которая не будет контролироваться азербайджанцами? Потом стали говорить о размещении рентгенсканера. Что вы думаете обо всем этом? Я думаю, что русско-азербайджанская спецоперация, которая началась еще в 2020 году против Армении, я в кавычках называю это спецоперацией, потому что все войны кремлевские чиновники называют спецоперацией, те, которые они инициировали и осуществляют. Но эта спецоперация продолжается и направлена против суверенитета и независимости Республики Армения прежде всего. Я хочу напомнить, что все разговоры о том, что если у вас есть коридор, то есть у армян есть коридор до Арцаха, то есть Армению и Арцах связывают свободный коридор, то дайте нам тоже коридор через Сюник, то есть через Армению. Когда армянское руководство напоминает, что таких договоренностей нету, есть только последний договоренност 9 ноября, в котором отмечается только единственный коридор, Лачинский коридор, а коридор это значит не просто беспрепятственный, а полностью свободное передвижение, без каких-либо КПП, таможен и проверок. Именно поэтому это называется коридор. Хотя там сейчас российские миротворцы проверяют, там по-моему 7 пунктов проверки есть. Первая и последняя армянская сторона, а посередине российские миротворцы проверяют машины и проезжающих. Проблема в том, что они абсолютно не контролируют весь периметр вот этого коридора. Они контролируют всего 7 мест, а между этими местами всегда могут инфильтроваться азербайджанцы туда. В том числе спецслужбы азербайджанские, как это произошло вот несколько дней назад, под видом природоохранителей, да, мы знаем свободное общество во всех странах восточного партнерства. В том числе в такой стране, как одной из наихудших диктатур, как Беларусь. Там есть гражданское общество, которое борется против этой диктатуры. Оно там тоже преследуется, многие тоже оттуда убежали, но гражданское общество, как таковое, существует. Потому что оно все время поднимает свой голос против диктатуры и произвола. В Азербайджане вы слышали когда-нибудь, чтобы гражданское общество поднимало свой голос? Мы видим там отдельные инциденты с участием отдельных политических деятелей или отдельных лиц, но как такового структурализированного, да, институционализированного гражданского общества там не осталось. Там оно было, но разгромил его Алиев, это общество разгромил очень успешно, к сожалению, да. К сожалению, для всех, и для региона, и для стабильности и безопасности в регионе, но и прежде всего для Азербайджана и азербайджанского народа, к сожалению. Так что... Мы об экологах говорим. Да, эти инфильтрированные представители азербайджанских спецслужб, которые там устроили эту провокацию с закрытием Лачинского коридора. Почему азербайджанцы не пошли на то, чтобы военные это сделали? Чтобы не было, как бы, участия власти в этом. Как бы власти тут ни при чем. Они соблюдают договор от 9 ноября. Но вот есть общественность, которая вот возмущается тем, что Азербайджан не контролирует Арцах. Азербайджан не может контролировать Арцах, пока не будет окончательной договоренности между Азербайджаном и Арцахом. Какой будет статус у Арцаха, у Нагорно-Карабахской республики. Вот тогда уже можно будет говорить, какие будут взаимоотношения между арцахскими и бакинскими властями. Но Россия и Азербайджан теперь пытаются использовать Лачинский коридор. Это одно из самых слабых мест Арцаха, потому что это дорога жизни. И они уже один раз пытались перекрыть газ конкретно, коммуникации не дорогу саму, а коммуникации. Газ, электричество они перекрыли. Вы помните, в самый суровый период зимы они сделали то же самое, что делает сейчас Россия в отношении Украины. То есть организовать там гуманитарную катастрофу. Но после давления, которое было на них оказано, прежде всего и Запада, естественно, потому что Россия вместе с ней организовала все это, я хочу напомнить, что вот этот винтель, который был поставлен на газопровод, это был именно на территории ответственности российских миротворцев. Я хочу напомнить, что и все наши пленные, вот сейчас, которые находятся в Азербайджане, как правильно заметил во время, значит, последнего заседания ОДКБ премьер, министр Армении, были фактически переданы Азербайджану именно российскими миротворцами, хацаберти. Там, где стояли российские миротворцы, так называемые, и армянские силы самообороны. Стояли, где стояли, после окончания боевых действий. И месяц там стояли, и вдруг оказалось, что это, значит, оттуда ушли миротворцы, сдали армян азербайджанским властям, и у нас оказались только пленных. Ну, было больше 60-65 пленных, половину, опять же, под давлением Запада в основном вернули. Так что спецоперация продолжается, и мы знаем, что заинтересованность Кремля в том, чтобы этот так называемый коридор, о котором все время говорит Алиев, через Зангезур, через Сюник, был бы именно бесконтрольным. Кремлю это очень нужно. То есть не бесконтрольным, а подконтрольным именно Кремлю, ФСБ. Как прописано там, что ФСБ должно контролировать, но там не прописано, что контролировать должно дорогу, а должно контролировать свободу перемещения, вот этих, беспрепятственное перемещение грузов и товаров, и, значит, пассажиров между Западным Азербайджаном и Нахачеваном. Чего не противятся армянские власти. Они говорят, да, раз мы согласились под этим подписаться, мы готовы предоставить это беспрепятственное передвижение. Но это не значит бесконтрольное передвижение. То есть таможенный контроль и таможенные пошлины эти люди должны платить. Именно этим отличается беспрепятственное сообщение от коридора. Если бы это не отличались, эти два термина, то прописали бы в двух местах, в обеих местах, или в обеих коридор, или в обеих местах беспрепятственное сообщение. Но есть разница. Тем более, что это приходит еще от договоренности в рамках Минской группы ОБСЕ, в которых именно вырисовывалась архитектура решения карабахской проблемы. Именно юридическая, политическая архитектура вот этого решения. И там тоже есть именно Лачинский коридор, который должен был быть неотъемлемой частью Арцаха. Потому что у Арцаха другого выхода на Армению и вообще к миру нет. Он полностью окружен Азербайджаном. Кстати, это окружение тоже было сделано не тогда, когда он был присоединен к Азербайджану еще в 1923 году, а после этого. Там опять внутри поменяли границы азербайджанцы, так чтобы эта граница между Арменией и Арцахом исчезла. В отличие от Нахичевана, который имеет несколько границ с несколькими странами, кроме Армении он имеет границу и с Турцией, и с Ираном. Кроме того, Нахичевану никто никогда не грозил. Армения никогда не создавала никаких проблем для Нахичевана. Там не было никаких этнических чисток азербайджанцев. Наоборот, там были этнические чистки белой геноциды армянского населения. Еще до начала Карабахского движения там уже практически не осталось армян. В автономной области созданной специально для армян. Вы можете себе представить, да? Где на армянском были записи сделаны еще. Да, и я не говорю уже о культурном наследии, которое полностью уничтожено. Мы все время говорим о 5000 хачкаров в Новой Джуге. Но там сотни церквей было уничтожено полностью. И поэтому Азербайджан категорически препятствует приходу туда миссии ЮНЕСКО, мониторинговой миссии. Хотя и Армения, и Арцах всегда были согласны, чтобы это была зеркальная миссия, чтобы и в Армении, и в Арцахе тоже проверили, каково состояние азербайджанских культурных памятников и так далее. О чем все время кричит на весь голос по всему миру Алиев, что вот они уничтожили чуть ли не тысячи, хорошо сегодня говорят, миллионы мечетей азербайджанских и албанских церквей, так называемых. Это армянские церкви, он называет албанскими церквями. И вот, если армяне уничтожили столько культурного наследия, почему вы противитесь приходу туда миссии ЮНЕСКО, чтобы она пришла и проверила, что было там реально уничтожено, и у кого было уничтожено, у вас или у армян. Одним словом, вот эти параллели абсолютно неуместны между Нахачеванью и Нагорным Карабахом, еще не говоря о том, что на Нахачеване действует сейчас аэропорт, который связывает Азербайджан с Нахачеванью, а Арцаху так и не разрешили использовать аэропорт, который там был построен. То есть, что значит не разрешили выполнить? Азербайджан прямо заявил, что любой самолет, независимо от этой войны или пассажирский, он будет сбивать, который будет летать из Степанакерта в Ереван. Это чисто террористическое образование, это не государство, потому что только террористическое государственное образование могло такое объявить. Такое даже Россия не смеет объявлять, что она будет сбивать пассажирские самолеты. Но Азербайджану это позволено, потому что она поставляет нефть Западу, и Запад на многих вещах закрывает глаза. Тем более, что до сих пор считалось, что и Армения тоже в каком-то смысле союзник России, так что в этом смысле двойные стандарты действовали более так широко. Сейчас, когда уже Запад понимает, что Армения именно стала жертвой русско-азербайджанской спецоперации, и продолжается это, конечно, настроения там поменялись, и поддержка Запада уже довольно видимая, от чего очень нервничает Алиев и азербайджанские политики. Так что нужно сказать, что единственным препятствием тому, чтобы этот план был осуществлен, то есть план по переделке Лачинского коридора в какую-то подконтрольную азербайджанским и российским войскам дорогу, в том числе каким-то таможенным и другим контрольным, который будет сделан только чисто из-за того, чтобы препятствовать именно перевозку грузов и пассажиров из Армении в Арцах, что просто приведет к тому, что Арцахцы почувствуют, что их безопасность уже никто фактически не обеспечивает. Сейчас еще есть какие-то иллюзии, что русские там пришли для того, чтобы обеспечить их безопасность. Ну, конечно, российские власти заинтересованы в том, что какое-то население там все-таки осталось, чтобы смысл был их присутствия. Но я не думаю, что они уж очень заинтересованы, что все население, которое сейчас в Арцахе живет, которое фактически полностью вернулось на свои земли, там больше 100 тысяч сейчас проживает армян, чтобы все оно осталось. Оно может, договорившись с азербайджанцами, мало-помалу помочь, в кавычках, тому, чтобы армяне оттуда начали уезжать. Если там даже останется 10 тысяч армян, это им будет полностью достаточно, чтобы объявить, что они защищают вот эти 10 тысяч человек и оставаться там. Министр иностранных дел Байрамов ручается, что армянам Карабаха будут гарантированы те же права и свободы, которыми обладают и которыми пользуются граждане Азербайджана. Какова цена таких гарантий? Сейчас я вернусь к Байрамову, но я еще хочу дополнить то, что я сказал. Сейчас идут переговоры вокруг открытия железнодорожного сообщения из западного Азербайджана в Нахачевань, а в большом смысле и вообще открытия железнодорожных потоков в регионе. То есть и Армения тоже, естественно, зеркальным образом будет иметь право пользоваться железной дорогой через Нахачевань в Иран. И я думаю, что, так как эта тема обсуждалась и в Ереване во время визита Путина в связи с саммитом ОДКБ, и была информация, что да, обсуждаются открытия железных дорог, Я думаю, что и Рикер обсуждал это с Алиевым в Баку, потому что Запад не заинтересован, чтобы там железная дорога действовала в формате коридора, то есть бесконтрольных поставок в обход санкций России. Но то, насколько неудовлетворенным ушел из Баку Рикер, а это видно было из того, что он был вынужден отдельно рассказать о том, что они обсуждали с Алиевым, зайдя в посольство США и оттуда выступив видео с обращением. Можете представить себе, насколько он был недоволен в том числе пресс-релизом, распространенным азербайджанскими властями, ни о чем не говорившим пресс-релизом, что вот пришел, обсудили общие темы и все. Обменялись приветствиями там. Да, передал приветствие Блинкина Алиеву, Алиев сказал, чтобы он тоже передал привет. Какой-то бутафорный пресс-релиз, естественно, Рикеру пришлось самому выступить и кое-что рассказать. Естественно, он не открыл скопий, но по-любому понятно, что он был недоволен итогами. Но сразу после этого эта лачинская история пошла. И сразу после этого пошли интенсивные переговоры, встречи между Байрамовым и Лавровым, и представителем администрации Путина, который приехал в Баку специально для этого. То есть видно, что Азербайджан склоняется к российской версии, потому что это, я же говорю, это русско-азербайджанская спецоперация против Армении и Арцаха, в том числе и по так называемому коридору. Они хотят добиться, дожать армянские власти, вот в том числе такими спецоперациями, напугав, что вот мы устроим гуманитарную катастрофу в Арцахе, мы закроем лачинский коридор, вы ничего не сможете сделать, Запад нам ничего не может сделать. Так что соглашайтесь, что вот дорога через Сюник должна быть бесконтрольной, чтобы мы любые грузы, в том числе военные, в том числе наркотрафик, в том числе любые подсанкционные грузы, которые сейчас Запад отказывает, чтобы эти грузы импортировались в Россию, чтобы эти грузы через Турцию проходили. Я хочу напомнить, что российские эксперты, вот одно из последних интервью Натальи Зубаревич, посмотрите, они признают, что сейчас Турция стала спасительным кольцом, таким спасительным каналом поставок мировых товаров в Россию, потому что кругом Россию обложили санкциями, закрыли массе своем граните, а вот через Турцию поток товаров, товарообмен в три раза повысился. Вы можете представить, по отношению к началу года, в три раза он дошел до то ли 40, то ли 60 миллиардов долларов уже. Это фантастическая сумма, естественно, Запад этим недоволен, но Турция все эти перевозки делает по морю, но морские перевозки тоже имеют свои рамки, не все возможно и не в таких количествах. Поэтому они хотят открыть железную дорогу тоже, и Россия, и Турция. Армения этому препятствует, и вот получает вот эти удары. Почему Армения препятствует? И будет продолжать получать. Потому что это суверенитет Армении, это красная линия для Армении. Лишится фактически контроля над своей территорией, раз. Во-вторых, лишится также и политических преференций, и экономических преференций, потому что через этот коридор завтра может проходить известный шелковый путь, запад-восток, да, и если Армения ничего не будет получать из этого, Азербайджан просто добьется окончательной и полной блокировки Армении, и исключения ее из всех логистических цепей региональных. Она к этому все время стремилась, и она фактически наполовину этого добилась. Она провела через Грузию железную дорогу, все нефтепроводы, газопроводы проходят через Грузию. И одним словом, о шоссейной трассе еще не говорю. Осталась только вот эта дорога, железная дорога, которая напрямую связывает Азербайджан и Турцию. Почему они недовольствуются только той железной дорогой, которую сами же построили через Грузию? Потому что Грузия все-таки ответственная страна, более-менее демократичная. Она сотрудничает с Западом, и она никогда не разрешит через свою территорию прохождение подсанкционных грузов. То же, что и Армения не разрешает. Она сейчас уже, вы знаете, мы выдаем те самолеты, которые вдруг оказываются в Армении, российские самолеты, которые подлизинговые и принадлежат западным компаниям. Один такой самолет, вы знаете, в самом начале мы выдали Ирландии. Так что никаких подсанкционных грузов через армянскую территорию не будет возможно проводить, если Армения будет обеспечивать суверенитет на своей территории, на чем настаивает Запад, на чем, я уверен, настаивал Рикер в Баку, но вот оказался недоволен. И вот поэтому сейчас идет вот эта напряженная остановка, эскалация. И я думаю, что сейчас именно ход за Западом, что ответит на это Запад. Прежде всего США, конечно, но и Западная Европа. Там уже, Европа вообще, в принципе, да, там уже нотки недовольства звучат о том, что Азербайджан начал покупать российский газ, тогда как сам поставляет свой, значит, Европу. И увеличивает таким образом поставки в Европу, и непонятен смысл того, что Европа пытается избавиться от зависимости от российского газа. То есть, если они сейчас думают даже о санкциях на газ, которых еще нет, конечно, и этим Азербайджан фактически ничего не нарушает. Нету санкций европейских на газ, российский газ. Но об этом уже идет разговор. После санкций на нефть и нефтепродукты, вы знаете, на нефть уже вступила 5 декабря, на нефтепродукты вступит в феврале, в начале февраля. После этого уже в Европе есть план, что следующий будет газ. Газ фактически сама Россия отключила Европе, но та часть, которая еще идет через Венгрию и так далее, некоторые страны получают, причем Венгрия с большими скидками. Этот газ тоже может быть перекрыт именно европейской стороной, как в качестве еще одного пакета санкций. Что будет делать тогда Азербайджан, конечно, мы увидим. Но все-таки сейчас Азербайджан пытается лавировать на этой энергетической подушке с одной стороны, и с другой стороны на вопросе Ирана, который ведет себя очень неправильно, поддерживая Россию в этой агрессии в Украине, фактически какие-то предоставляя вооружения. И не говоря уже о том, что вот это нарушение прав человека, которое существует в Иране, преследование и вот эти митинги, протесты в основном в особенности женщин, это привело к тому, что Иран все больше идет к изоляции, еще больше изоляции. Она уже без того под санкциями. Но она идет к еще больше изоляции, и это подталкивает ее больше к России. Но она сама вгоняет себя вот в эту петлю и прицепляет себя к российскому кораблю, который все знаем, куда направляется. Так что в этом отношении у Азербайджана есть еще надежда, что он сможет сыграть еще в этой партии против Ирана и заодно против Армении. Потому что здесь есть один очень тонкий момент, когда и Запад, и Иран в вопросе Зангизурского так называемого коридора едины. То есть они обе говорят, что никакого коридора быть не должно. Я хочу напомнить заявление Шарль Мишеля, еще в апреле после встречи трехсторонной было коммуникет, что никакого бесконтрольного экстерриториального коридора на территории Армении не будет. И что стороны будут контролировать те пассажиропотоки, которые между друг другом будут проходить. Так что в этом отношении, конечно, очень ситуация такая волатильная. К сожалению, и Запад тоже не может очень жестко ответить Азербайджану, потому что все-таки есть еще проблема Ирана. Хотя чаша может перевесить, потому что и без того Азербайджан, преследуя своих граждан и так далее, и сейчас мы вернемся к Байрамову, показывает, что он не зря занимает одно из самых последних мест в рэнкинге стран. И по Freedom House, и Human Rights Watch, по всем показателям. И по демократии, и по правам человека, и там свобода слова, коррупция. По всем этим показателям одна из худших диктатур мира Азербайджана. Она приблизительно на той же позиции, что и Лукашенко. И нервы у Запада могут и не выдержать. Это не только нервы, но это и ценности, это все-таки свободы. Ну, может быть, российский корабль поможет Алиеву? Ну, вот сейчас Алиев на правильном пути. Он сейчас тоже себя прикрепляет к российскому кораблю. Вот русско-азербайджанская очередная спецоперация показывает, что он не предает своего союзника Россию. Нового, кстати, союзника. Да, сразу перед нападением России на Украину они подписали, вы знаете, стратегический договор. Но это было просто закрепление уже существующих союзнических отношений, которые начались еще с 11-го года. И даже с 7-го года, когда Россия начала предоставлять Азербайджану в крупных масштабах новейшее вооружение. Начиная с С-300, потом уже пошли артиллерийские системы. И все. Чем и победил Азербайджан в Карабахской войне? Итак, у нас две темы обозначились. Первая, вот этот Байрамов. И второй тоже Байрамов, Байрамов-Лавров. Байрамов, значит, армянское население обращается к армянскому населению. Я напомню, и говорит, что гарантированы и те же права, что и другим гражданам Азербайджана. Сусть министра иностранных дел одного из наибухих диктатур, такие высказывания звучат, как издевка. Издевка над принципом вообще прав человека и принципом безопасности собственного населения. Мы видим, как Азербайджан обеспечивает права своих граждан. Азербайджанцы, Лизгин, Талышей, всех остальных народностей. Ну и прежде всего азербайджанцы. Ну, может быть, им уютно, они себя уютно чувствуют. Нет, если бы они себя чувствовали уютно, такого сопротивления, из-за которого многие люди бегут из Азербайджана, многих убивают, не было бы. Нет, уютно, никакой нормальный народ уютно не может себя чувствовать под диктатурой. Ну, конечно, многим промыли мозги, но я сейчас не считал это большинство или нет, как в России, например, да, вот этой антиармянской пропагандой, вот этим шовинизмом, ненавистью, вот зомбировали значительное количество граждан, чтобы они не видели вот диктатора, чтобы они соглашались со всем, что делает диктатор Алиев, лишь бы было плохо армянам, да, потому что они вот действительно, это ненависть, ну, там мы фильмы уже смотрим. Ну, это культивируется, да, это специально культивируемая повестка у них. Вы помните вот этот фейк российский насчет русского мальчика в Украине, которого пригвоздили на кресть его. Все, все протестовали против этого, весь мир. И, наконец, Россия сама отказалась, что да, это был фейк. В Азербайджане это снимают фильмы о таких вещах, что якобы армяне вот такие выделали с азербайджанскими мальчиками, кожу сдирали с живьем и так далее, писали в своих книгах и вот радовались всему этому. То есть полная демонизация и дегуманизация армян. И это циркулируется, это показывается, и никто против этого уже не протестует, потому что все, кто протестовали или мертвы, или за границей, или сидят в тюрьмах. А остальные people have, что называется. Да, и в этом очень большая опасность. И когда Байрамов говорит, что мы обеспечим, после всего этого, после той циркуляции ненависти против армян и дегуманизации армян, как таковых, которые там происходят, он приходит и говорит, мы обеспечим их права как своим гражданам. Я говорю, это звучит как издевка. Пока не будет проведена деноцификация азербайджанской вот этой значительной части населения, против, после этого, все этой промывки мозгов, против все этой шовинизма, ненависти, которые они там циркулировали, невозможно, даже если власти захотят, азербайджанские, они не смогут так сразу обеспечить безопасность армянам. Вы знаете, что армянам воспрещен въезд вообще в Азербайджан. С армянскими фамилиями не разрешают даже въезд. Потому что они знают, что даже безопасность этих людей не могут обеспечить. Они должны отряды своих спецназовцев приставить каждому армянину, чтобы он мог гулять в Азербайджане, чтобы его не убили. После тех фильмов, которые им показывают этому населению азербайджанскому. Так что, естественно, ни о каких гарантиях речи быть не может. Единственная гарантия может быть международной силой ООН или ОБСЕ, реально миротворческие силы, под мандатом ООН, которые будут стоять там на границе между Арцахом и Азербайджаном. Чтобы снова война не вспыхнула. Отсюда два пути. Первое, чтобы армяне оттуда вышли. И второе, убить их всех. Ну да, это то, к чему они ведут. То, о чем мечтают. Естественно, если все население или значительная его часть согласны с тем, что армяне это не люди, то есть дегуманизация армян, там фантастическая масштабы дегуманизации. Там приписывают армянам, черт знает что. В фильмах ужасов таких вещей вы не увидите, что там приписывают армянам. Естественно, ни о какой возможности и о каких-то гарантиях безопасности со стороны властей для армянского населения не может быть. Вы были одним из первых, кто показывал один из вариантов решения карабахского вопроса. Это типа, по примеру, Косово. Как вы думаете, в этом направлении идет все эти процессы, которые идут, они идут в этом направлении или нет? Азербайджан пытается избежать этого. Но делает все, чтобы было в этом... Да, ну просто пыль в глаза Западу. Он сейчас организовал такие, значит, так называемые миротворческие инициативы, интервью с армянскими экспертами. Вот посмотрите, какими толерантами мы можем говорить с армянскими экспертами, не убив их прямо в студии. Ну нет, мы живем, они же не говорят. Они говорят онлайн. Вот тут, конечно, гарантии безопасности могут обеспечить в этом смысле. Они сейчас говорят, что да, мы готовы пойти на переговоры с арцахскими властями, с представителями арцахского населения, но ни с этим, ни с этим, ни с этим. И без международного присутствия. Они отказываются от любого международного формата переговоров с арцахскими властями. Почему? Потому что на этих переговорах, если будет сидеть кто-то другой, он увидит, что азербайджан представляет, вот переговорщик, значит, приставляет пистолет к колбу армянского переговорщика и говорит, давай, подписывай вот это, вот это, вот это, вот это. Они это понимают под переговором. Понимаете? Цивилизованные переговоры, где есть посредники, где сидят, и какой-то есть контроль со стороны международного права, они не представляют, что это, они думают, что это невозможно, и это не может быть с армянами, которых они дегуманизировали, я еще раз говорю. И Алиев все время продолжает эту риторику, что они должны знать, какие мы сильные, у нас такой кулак, они должны знать, что мы захватили высоты, самые важные высоты на армяно-азербайджанской границе, что это значит, они должны понимать. Это, вот, недавно Алиев об этом говорил, в Шуши, да? До этого еще он говорил, что мы захватим и Зангезур, и Гёгчу, как они называют, и Иреван, как они называют, Иреван. Понимаете? Когда Иран что-то такое говорит об Израиле, весь мир накладывает на него санкции, потому что он говорит, что это неприемлемая риторика по отношению к суверенной стране. Когда об этом говорит Азербайджан по отношению к Армении, всем это нормально, мы же знаем, это Алиев, но у него такая риторика просто. Вот, очень интересные, закулисные моменты есть, о которых сейчас вслух очень трудно говорить, но, к сожалению, они есть, и не все, кто сидит на Западе, придерживаются демократических принципов, принципов международного права и прав человека. Частью те партнеры, которые сейчас у Армении есть, на Западе, я имею в виду, прежде всего, Макрона и Францию, я имею в виду, прежде всего, и Байдена, вот новую администрацию, но мы должны понимать, что не все в руках Байдена и Макрона, да, и вообще глав государства. К сожалению, есть силы, которые имеют очень большое влияние на мировую политику, с которыми Ардоган и Алиев давно скорешались, скорешались, и они углубленно с ними взаимодействуют. И это началось еще в конце 90-х, когда бакинская нефть потекла к Средиземному морю через Бритиш Петролиум и другие крупные корпорации, которые начали доить Азербайджан, в буквальном смысле этого слова. Я хочу напомнить, что до 2007-го года, если я не ошибаюсь, 50% всех доходов от нефти азербайджанской уходили к транснациональным корпорациям. И только в 2007-м или 2005-м году, нет, все-таки в 2007-м, Азербайджан потребовал и получил увеличение своей доли до 70%. Ну, вы понимаете, какую высокую цену Азербайджан платит за Алиев конкретно. Азербайджан платит, а получает Алиев. То есть, он получает закрытие многих глаз на его диктатуру, на то, все, что он вытворяет по отношению к собственному населению, но и по отношению к соседям и прежде всего к Армении. Хорошо. В каком случае мы говорили о прецеденте, таком как Косово. Вернемся к этому вопросу и закроем этот вопрос. Вот вы считаете, что идет в этом направлении или нет? Действия Алиева приведут к тому, что будет косовизация арцарского вопроса? Факт в том, что Запад говорит Азербайджану. Ты хотел свою территориальную целостность? Получил? Теперь второй вопрос. Там живет армянское население. Что ты собираешься с ним делать? Этническую чистку мы тебе не разрешим. Ты должен с ними работать и обеспечить их гарантии. Если ты не сможешь это обеспечить, будет Косово. это ему сказано еще даже в конце войны. Это ему сказал еще Помпею, который не выполнял волю Трампа в этом смысле, потому что Трамп на все закрыл глаза. Как раз Трамп был в спайке со всей этой шайкой лейкой диктатур, которые организовали геноцидальную войну в Арцахе. Да, они были все заодно. И Эрдоган, и Алиев, и Путин, и Трамп, и Нетаньяу тогда был, сейчас, к сожалению, снова вернулся. Но сейчас поменялось очень многое. И администрация Байдена, и увеличение влияния Европы, и в том смысле, что Евроатлантический Союз восстановился, а вы знаете, что Байден первым делом после своего прихода он сделал апдейт трансатлантической хартии, которая была подписана еще после войны между США и Великобритания и обозначила структуру миропорядка фактически, где обозначивается, что мир должен жить по правилам международного права и прав человека и без войн. Проблемы и вопросы должны решаться без войн. Вот это основные принципы, которые были тогда обозначены. Байден это сделал апдейт. Почему? Потому что за многие годы политики, в том числе и США, к сожалению, многие из этих принципов были нарушены. Ну вот сейчас слава богу, что они восстановлены, но все-таки мы не видим еще той жесткой позиции Запада. Да, она, конечно, проармянская сейчас. Этим очень взволнованно и нервируется азербайджанская власть и Алиев лично. Об этом они уже открыто говорят. Но, к сожалению, мы не можем сказать, что это дает возможность обеспечения полной безопасности Армении и Арцаха. Хотя европейцы уже присутствуют на границах Армении с Азербайджаном. И это хорошо. Европейские гражданские наблюдатели. Но даже это уже значительной степени сковывает. Ну, дни через 15 миссия завершается. Ну, сейчас есть вопрос, идут переговоры о том, чтобы продлить эту миссию. Если Азербайджан не согласится на это, я думаю, что европейцы в односторонном порядке продлят эту миссию. Но они находятся на территории Армении, в принципе. Да, конечно, это будет конфронтационный шаг по отношению к Азербайджану. Но это как бы единственная возможность приостановить войну. Потому что почему они хотят, и особенно русские, почему хотят, чтобы европейцы оттуда ушли? Чтобы Кремль смог использовать свой прокси, то есть Алиева против Армении, чтобы постоянно давить, нападать, убивать, чтобы армянские власти в конце концов согласились, дались бы и согласились бы, окей, все дадим, на все согласны, только перестаньте убивать наших граждан и захватывать наши территории. Ну, а Кремль надеется на это. Сейчас у Азербайджана это не получается, потому что если он сейчас нападет, европейцы там стоят, они просто объявят его агрессором, и он пойдет под санкции сразу в клуб русского диктатора, Путина. поэтому он не спешит это делать, он ждет, чтобы вот европейские наблюдатели оттуда ушли, и он спокойно мог продолжить свои вот эти эскалации и агрессивные действия, и чтобы наконец добились вместе с Россией мирного договора в том понимании, которое они хотят навязать Армении, то есть Армения теряет свой суверенитет и над своими территориями, и, значит, демаркация, делимитация проходит под тем картам, которые подсунут русско-азербайджанская вот эта парочка, вот в чем проблема, и здесь проблема в том, что армянские власти недостаточно активно работают сейчас с Западом, давно надо было уже послать за русским кораблем это ОДКБ, уже все границы ОДКБ перешло, то есть всем ясно, что эта организация действует против Армении, она не просто нейтральна, она действует против Армении, когда ее члены являются союзниками Азербайджана, ясно, что это автоматически эта организация просто сковывает Армении сотрудничество с Западом, а это мешает увеличению возможностей нашей армии, самообороне и масса других вещей, я не говорю уже о диверсификации экономических потоков, товарооборотов и так далее. Мы, наверное, уже должны завершить нашу сегодняшнюю встречу, но один вопрос остался, я хотела обязательно этот вопрос с вами тоже обсудить, но только, если возможно, кратко. Почему-то считается, что в российской антиармянской пропагандистской машине самые активные ораторы это люди с фамилиями Найян, и почему-то считается, что не сами азербайджанцы ведут проазербайджанскую вот эту линию, а вот сами вот эти люди с фамилиями Найян, русские евреи, вы тоже так считаете? Смотрите, у этих людей нет нации, мы должны понять, прежде всего, я об этом очень хорошо... Ну, как может быть, чтобы у людей не было нации? Один раз очень хорошо выразился Гордон, значит, блогер украинский, да, публицист, насчет армянских и еврейских пропагандистов, сидящих в Москве, ну, да, разных Симонян и Соловьевых, что эти люди продались мамони, понимаете? У них нету никаких святынь, нету никаких принципов. Сейчас даже вы говорите о пропагандистах, а я вам скажу, что вот последние дни я увидел, что начали многие вспоминать, Фейгин, например, вспомнил, еще какие-то блогеры, что вот Лавров тоже армянин, Калантарян. Мы знали, что у него фамилия Калантарян, что он родился в Тбилиси, ну и что? Это не помешало ему организовать свой план, который называется, так и называется, план Лаврова по разрушению и уничтожению фактически Арцаха и по значит уменьшению возможностей и суверенитета Армении. Это не мешает ему иметь свои огромные собственности в Турции, в Бодруме. Это не мешает его детям, его дочке якшаться с дочками Алиева и проводить свои каникулы на Абширомских пляжах, понимаете? Какой он армянин после этого? Вы знаете, на армянском есть очень прекрасное слово шуртовацай. Это не означает человека, который просто забыл свои корни и просто интегрировался в другую нацию. Нет, это означает человек, который работает против армян. Он, будучи армянином по этническому происхождению, но психологически, духовно, он просто работает против армян и своей собственной нации. Ну, одним из таких шуртовацай, вы знаете, мог быть Абдул-Гамид, первый турецкий султан, который организовал геноцид армян еще в конце 19 века. О нем говорили, что у него мать армянка была, хотя это вопрос там историки спорят армянка или черкешинка, но неважно. Да, вот если бы это была армянка, можно было сказать, что вот он типичный шуртовацай. И таких шуртовацай в России масса. Но я хочу напомнить о другом, что роль Армении в деколонизации советских народов и роль именно Карабахского движения особенно огромная. Я хочу вам напомнить, что все основные либеральные деятели, демократические деятели, которые в первом съезде уже еще не посткоммунистической, но уже коммунистическая партия, тогда, вы помните, в последние годы советской власти отменили монополию коммунистической партии. Вы помните, откуда избирались? Собчак, Сахаров, Старовойтова, Гавриил Попов, все эти демократические лидеры избирались из Армении, потому что здесь было единственное место на всем советском пространстве, где выборы были свободны, и можно было избираться нормальным людям. И вот это локомотивы разрушения империи зла. Почему-то никто об этом не вспоминает. Никто не вспоминает об армянах, которые борются сейчас тоже с этим режимом, в том числе против путинского режима, в том числе и в России, и в Украине. Аваков был одним из лидеров сопротивления украинского, но мы же не говорим, что он армянин. Нет, он прежде всего украинец, как лидер украинского движения, как гражданин Украины. Да, этнически он армянин, и этого не скрывает. Мы же почему-то не вспоминаем Аспарова, обо всем этом не вспоминаем, но вот о тех подлецах, у которых фамилии Наян, и которые действительно не имеют никакого отношения к Армении, мы помним, именно Симонян, Мигранян, их всех объявили персонами Нонграта в Армении, потому что они работали против Армении, против независимости Армении. Какие они после этого армянины? Доказательств не было, для нас еще таки осталось вопросом, почему они были объявлены, ну то есть, что в основе лежало такого решения. Ну как, почему? Вы посмотрите риторику Симоняних, и она постоянно говорит антиармянские речи, то есть, речи против государственности Армении. Она хочет именно сделать Армению губерния российская, это антигосударственная деятельность с точки зрения армянской конституции, поэтому я обвью, или не только ее, иммигранян, то же самое, и кургинян, все это российские пропагандисты, проплаченные и живущие на кремлевских, награбленных у российского народа деньга, естественно, они никакого отношения к Армению не имеют, они вредят армянским интересам. Спасибо за сегодняшнюю беседу. Спасибо вам. Спасибо также всем вам, кто слушал нашу беседу, и Усепа Хуршудяна, руководителя общественной организации «Свободный гражданин», аналитика. Беседа Вилагана и Ракелян всех благ и пусть будет мир.